Дэш, проверить! Сегодня мы опять на складе, докупаем смеси, не хватило нам караеда. Пойди, пища не поставь. Всем привет! У меня в духовке сейчас печется пицца. Ой, все сразу. Не могу вам даже рассказать, какие у нас тут проблемы с этим караедом. Не получалось у нас ничего здесь. Одному мужу нельзя было этот наносить караед, потому что он быстро высыхал. И пришлось мне искать мастера. Обыскала я все округло, обзвонила всех, кого можно. Но я никого не смогла найти. Пришел вот парень, только один помогает, но он работник по внутренним работам, а караедом он никогда не занимался. Представьте, вот я сейчас готовлю пиццу, и у меня засорилась раковина. Я, конечно, не хочу никому об этом говорить. Залила жидкость сюда, потому что некогда и не до раковины. Он еще кот пришел. Сотый раз за день ему надо покушать. Ну вот я залила жидкостью, через восемь часов почищу раковину. Сейчас вот сыр засыплю и чаем сделаю. Я своих работников всегда кормлю. Всегда. На обед был куриный суп и кофе заварной с вафлей. А сейчас вот будет второй у них обед. Это будет у них пицца и чай. Сейчас пойду на улицу, покажу вам, в чем проблема. Кот уже не хочет идти на улицу, я вижу. Хочет здесь. Сейчас как собачка ляжет на коврике, хотя я ему и подушку постелила. Его все, что надо, есть. Но он принципиально не идет на подушку, потому что, видите ли, там Маруся на место. Вот подушку ему постелила, а он не идет на подушку свою. Маруся там вишли лежит, так ему не нравится на ее подушке. А Маруся все равно, она на любую подушку ляжет. Правда, Пусенька? Пусен, ты хороший мальчик? Ну ложись уже, ложись. Поспи. Что ты недовольный такой? Пуша, в комнату не надо. Еще рано. Пуша, в комнату не надо. Вот молодец, ложись. Ты вышлибай. Ну куда опять ты пошел? Не доел еще. Ну вот, начал муж с этой стенки. Поначалу нанес, чистил. Не понравилось, не успевает он один. Вот позвали парня, пришел нам помогать. Они вдвоем теперь делают. Но будут переделывать. Вот эту стену будут переделывать. Только в конце получилось у них как надо. Будут все переделывать. То есть наносить еще раз караэт тонким слоем. Если вы никогда караэт не накладывали, лучше не беритесь. Я бы с удовольствием заплатила мастеру, но ни одного мастера не могу найти. Я бы звонила всех. Вот повторяю вам, всех, кого только можно, все заняты. Все последние дни как раз вот перед холодом хотят закончить работы. И мастера к нам не пришли. Вот так рады вас видеть. Но мы вас не видим, да? Главное, что он вас видит. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Другая возможность. Вот эти дырочки, которые неровные, да? Я же его два раза перетягивал, в принципе. Бог его знает. Наверное, вы правы. Ну ничего. Я думаю, что получится. Самое плохое, то что все вот как-то получалось идеально до караеда. А вот караед, вот именно караед затормозился. Теперь мы знаем, как его правильно делать. Уже опыт пришел, когда вот эту стенку делали. Сейчас они заканчивают вторую стенку там. Так, конечно, гораздо лучше получилось. Сейчас будут эту исправлять. Ну а потом покраска. Покажу вам результат. Ну вот эта стенка лучше. Пицца у меня дрожжевая, очень быстрая и легкая. Я оставлю вам рецепт в инфобоксе, а также в инстаграме. Заходите, посмотрите. После приготовления еды я хочу продезинфицировать и помыть все свои поверхности. Для этого буду использовать свою жидкость, которую я недавно приготовила. Это лосьон для уборки. Я не называю эту жидкость дезинфектором от коронавируса. Это просто лосьон для уборки. Если бы вы сейчас только понюхали, какой здесь стоит в кухне запах от вот этой вот жидкости, от моего лосьона. Я очень люблю эту жидкость, потому что очень хорошо все пахнет. Но кроме того, и поверхности становятся чистыми и, конечно же, продезинфицированными. Можно использовать водку для этого раствора. Вполне и даже очень хорошо. Если у вас нет спирта, используйте смело водку. Только водки нужно в два раза больше. Это нужно 200 грамм водки, 200 грамм дистиллированной воды и 100 грамм уксуса. Ну и, конечно, бутылочка эфирного масла. Очень все приятно, очень пахнет хорошо. Ну и, конечно же, все становится гораздо чище. Я обрабатываю все поверхности. Все блестит, в том числе и полы. Очень мне нравится эта жидкость. Ну и, конечно же, нравится еще, потому что запах очень хороший. И он очень долго держится. У меня запах чайного дерева. Это вы смотрели мое предыдущее видео. А запах для меня очень-очень важен. А если вы хотите сделать дезинфектор, то, пожалуйста, берите просто спирт и протирайте все поверхности. Вот вам будет дезинфектор. А у меня это лосьон для уборки с дезинфицирующим эффектом, что немаловажно при коронавирусе. Ну вот так вот выглядит хорошо сделанная стена. Видите, тут удалось все сделать как нельзя лучше. Идет у нас целый день проливной дождь, просто проливной. Нельзя ничего не убрать, не заканчивать работы. Ну, это получилось изумительно, эта стена. Очень хорошо. Ну, вот это надо, вот, посмотри сюда. Ну, вон раз, вон два зачистить. Пока сырое надо. Оно же вообще наоборот, оно сухое, хорошо потом отваливается, чем сырое сейчас развяжется по всей стенке. В общем, не важно. Смотри, как. Оно просто отпадает. Ну, так и хорошо. Возьми так ручкой, вот так раз и прошла. Не хочу я проходиться ручкой. Нет, ну и все. У меня это не дилемма вообще. Забудь об этом. Хорошо. Сейчас покажу вам, как получилось исправить. Оно еще все не высохло. Ну, вот, вот стена. Она уже исправлена. Это хорошая стена. Вон, под подоконником уже высохла. А все тут переделано. Вот эта стена переделана. Это хорошо. Вот это тоже хорошо. Вот ждем, пока высохнет вот этот вот. Вот мне не нравится вот эта вот полосочка. Вот она вот. Вот она такая и останется. Мы уже это в трое раз наложили. Вот та стена переделано. Вот та стена очень хорошо сделана, переделано. Ощищали ее. Это третий раз накладывали. Но мы тогда по-сорому успевали еще счистить. Ты знаешь, оно вообще не критично. Ну, попробуй махани там этим вот. Ну, может быть, оно снимется. Ну, точно так же над окном оставьте. А там, над окном там не видно. Попробуй легонько. Не идет, да? Ну, посмотрим, когда начнем красить, когда оно высохнет. Если не будет хорошо, то будем тогда краской, если не берет в себя эти недостатки. Звонили технологу, который работает на заводе вот этой фирмы, с которой мы покупали все материалы. Не понравился нам этот материал, потому что он не прилипает к стене. Он должен прилипать к стене и должен хорошо браться. У нас он прилипал очень плохо. Вообще не прилипал. Если бы нам не пришел еще этот парень, нам помощь, я не знаю, как бы мы справились. А он все-таки штукатур. Он хотя бы накладывал хорошо. Вообще работа тут гигантская проведена. Честно говоря, меня все устраивает. Я уже подобрала краску. Мы с дочерью посоветовались. У нее очень хороший вкус, как у моей свекрови. И я всегда... Чтобы вот этих ореолов не было видно над окном, когда закрасятся. Вот такие, видишь, вот он пошел. Ну, оно, конечно, будет видно. Вот второй слой. Вот один слой, вот второй слой. А вот, видишь, переходим. Ну, вот эта стенка вообще так хорошо получилась. Ну, никаких изъянов нету. Три раза переделывать. Ну, блин. Стенка получилась. Даже стенка получилась. Раз нанесли, не понравилось. А потом на ту же стенку еще раз нанесли. По технологии это запрещено. Да ничего. Технолог сказал, что можно. Переделывают люди. Он вообще сказал, что караед не каждый мастер еще берется делать. А делают барашек. Может, нам надо было... Если бы мы знали, что это будет так сложно, мы бы барашек этот купили, а не караед. Ну, эта стеночка очень даже приличная. А вот там вот меня волнует переход. Ну, ничего, посмотрим. Если стрелять из него, никто не будет. Волнует. И я переживаю. И я переживаю. Волнует. Сильно волнует. Да, меня волнует. 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 Сильно волнует. И я не знаю. Волнует. Субтитры подогнал «Симон»